Здравствуйте, мои дорогие раки! Давайте вместе с вами посмотрим, что вам высшие силы подсказывают на начало месяца, на середине месяца и на конец месяца августа. И посмотрим, в конце расклада возьмем карта совета для вас, что вам высшие силы подсказывают, для вас что-то убрать, или что-то оставить, или на что-то обращать внимание. И давайте вместе с вами, если готовы, начнем этот расклад. И первая карта для вас, мои дорогие, раки, на август месяц выходит карта четверка мечей. Карта четверка мечей показывает то, что на начало месяца вы как будто захотите, чтобы вас никто не трогал, как будто вы захотите побыть сам с собой наедине, для того, чтобы что-то медитировать, что-то решить для вас, как будто вам потребуется вот то, знаете, вот одиночество, которое вы что-то понимали для себя. Следующая карта, мои дорогие, на начало месяца для вас, мои дорогие раки, выходит карта колесо фортуны. И колесо фортуны показывает то, что, знаете, то, что по судьбе, она произойдет. И то, что, знаете, иногда колесо фортуны, знаете, как говорится, она крутится. Здесь вы как будто, может, то, что вы подумаете, чего-то для вас, то, что вы захотите побыть один, для того, что вы подумаете, стоит мне это сделать, приведет мне, ну, как бы, будет какие-то там успехи для меня, вот это нужно будет это, к чему меня вот все это приведет. Сейчас мы посмотрим следующую карту, и я точнее вам скажу вот то, что здесь карта просто летает. И следующая карта на начало месяца, четверка жезла. А четверка жезла показывает то, что здесь, почему у вас на начало, вы как будто захотите обдумывать, что вам нужно сделать, какие шаги вот это самое. Потому что здесь показывает, что как будто какая-то партнерство у вас будет, даже если это касается отношений, даже если это касается работы, вы как будто думаете, ну, стоит мне вот это партнерство начать, ну, с человеком, а стоит мне вот это начать чего-то нового, вот даже на работе, вот, приведет меня вот это, ну, к успеху, там, ну, смогу я вот что-то поменять. Вы как будто вот сейчас думаете, вот, знаете, крутитесь, крутитесь и обдумываете то, что у вас вот это партнерство, стоит оно или не стоит. Вот следующая карта на начало месяца, и это выходит десятка мечей. А десятка, почему вы, вот у вас как будто нужно какой-то отдых, нужно вот медитировать, если вам здесь может, да, вот то, что я могу сказать, может быть касаться тема тоже отношений, потому что здесь выходит, вы думаете, а судьба мне с этим человеком быть, а не приведет вот эти отношения опять вот то, что у меня как бы вот, может думать то, что у вас чего-то в прошлом не получилось. И вы как будто вот думаете, чтобы вот на начало, то, что вот то, что появится новое в начале августа, стоит вам это или не стоит, к чему это приведет. Вот, и вы как будто вот боитесь, что вот это разочарование ваше. Следующая карта на начало месяца, и это да, это может быть касаться какого-то мужчины для вас, мои дорогие женщины. Или даже, ну даже если для кого-то в работе, вот вы как будто думаете, вот этот, стоит мне начать вот с человеком вот это партнерство, стоит мне доверять, стоит мне вот как бы что-то, какие-то советы, вот это самое, к чему вот, чтобы как бы не привело вот это все состояние вот к разочарованиям. Следующая карта, мои дорогие, раки на середине месяца, и середине месяца показывается двойка кубка. Знаете, а вот на середине месяца уже как будто внутреннее ваше состояние, знаете, как будто, знаете, как будто вы уже как будто доверяетесь, знаете, вот вы прислушиваете то, что вот как будто вот то, что внутреннее состояние вам подсказывает, как будто вы, вы как будто, знаете, даже может быть здесь как будто вы прислушиваетесь даже вашу интуицию, ваше вот ваше сердце, то, что как будто вам подсказывает. Следующая карта у вас на середине месяца, Это касается королевы Жезла. Королева Жезла здесь может показать, что для кого-то, именно для раков, может появиться какие-то новые отношения. Здесь показывает, что здесь и король Жезла, и королева Жезла. Здесь может то, что это самое, как будто то, что у вас в прошлом было какое-то разочарование, и здесь у вас уже на середине месяца вы почему как будто хотите этот отдых? Как будто вы думаете, а стоит мне начинать вот эти отношения? А эта женщина для меня, как для вас именно мужчина, могу сказать, или даже для вас, женщина, вот вы думаете, а этот мужчина по судьбе или не по судьбе стоит? Но здесь показывает то, что как будто у вас начинаются какие-то новые партнерства, новые отношения, новая работа. Следующая карта на середине месяца показывает то, что высшие силы. Высшие силы у вас показывают то, что они вам помогают. Уже в середине месяца они вам как будто, ну, уже как будто дают, знаете, вот как будто то состояние, которое у вас в прошлом, вот это разочарование, они как будто вот дают эти силы, они как будто вам, вот уже на середине, они как будто, ну, может быть, даже вот как будто может, придает эти силы, внутренние вот эти силы, которые вам нужны. Следующая карта на середине месяца, это выходит шестерка кубка. А почему? Потому что, почему я сказала, вот идет информация о прошлом, вы видите карты, как вот, вот даже вот работает вместе, вот то, что я подсказываю, то, что у вас в прошлом было какие-то отношения, где вы были разочарованы. Даже может быть какой-то, ну, бизнес-то там, работы, где вы, у вас был, и у вас было просто очень, знаете, как это, ну, хуже не может быть, как это. И вам уже высшие силы помогают для того, чтобы вы как будто вот убрали вот эти, вот это, ну, все-таки вы как будто вспоминаете вот это прошлое. Следующая карта на середине у вас показывает, вот, королева мечей, королева мечей вот показывает то, что вы будете уже на середине месяца как будто вот прошлые воспоминания убрать. Вот прошлое, вот, может быть даже то, что даже если вы находитесь в отношении или находит на новые работы, вы как будто всё-таки вспоминаете. Но вы вот на середине уже хотите это убрать, потому что чётко знаете, что вам нужно и кто вам нужен ряд. Следующая карта мы посмотрим на конец месяца. Это туз кубка. Туз кубка показывает то, что может быть, то, что уже в конец, то, что у вас появляются новые чувства, новые эмоции. Ваша чаша полна. Как будто после разочарования у вас приходится то, что вы уже наполнены, то, что уже как будто пора у вас, то, что вы начали чего-то нового в вашей жизни. Следующая карта на конец месяца — это верховный жрец. А почему? В верховный жрец даётся то, что вы начинаете верить в себя. У вас идёт вера в себя, то, что вы можете получать тех эмоций, тех чувств, те отношения, ту работу, в том бизнесе, вот это партнёрство, доверие, вот это как бы у вас уже как будто приходится в конец месяца, вот высшие силы вам помогают, у вас приходится вот это осознание, чего вам нужно. Следующая карта на конец месяца — и ту спинтакли. Туз спинтакли показывает. Вот у вас в конец уже приходит полная энергия, у вас идёт вера в себя, у вас идёт уже новые возможности. Если касаться какой-то работы, у вас идут новые финансы, новые какие-то заработки. Вот из-за того, что у вас уже конец как бы идёт, вот вера в себя, уже у вас приходит всё вот это как бы лучше. Следующая карта на конец месяца — и вот карта солнца. Карта солнца вот показывает вам то, что у вас появятся новые счастья, новые прояснения чего-то, вот то, что вы как будто начнёте, ну можно сказать, заново что-то вот-вот по-новому чувствовать. И следующая карта мы возьмём, карта совета, что вам высшие силы подсказывают вам в конец месяца. Это у нас карта семёрка пентакли. И семёрка пентакли показывает, всё, что вы в конец получаете, это благодаря то, что вы начинаете какие-то вот цели ставить, которые вот то, что это самое, вас приведёт и к эмоциям, и к чувствам. И здесь может касаться для кого-то даже рождение ребёнка, и для кого-то может рождаться как новый бизнес, вот новые финансы. Вот для вас, мои дорогие, был этот расклад. Если вам нужна личная помощь, обращайтесь по номеру телефона, который указан на экране.